Здравствуйте! Вы смотрите новости набережной Челны. Сегодня с вами Эльмира Гаинудинова. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Темно, как в подвале. Жители жилого комплекса Новый остались без света почти на три часа. Подробности в сюжете Лисанга Бдрашитовой. Не пройти, не проехать. Жители Сан-Телесоя недовольны образовавшейся колеей. О проблеме узнала Яна Вальдю. Помогут всем. Челненцы собирают гуманитарную помощь для мирного населения сектора газа. Подробности у Эльмира Гаинудиновой. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесители унитазов. Задумались о ремонте? За обновлением сантехники обращайтесь в «Много ванн». Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. «Много ванн». В Сююмбике 21. Остановка 41-й комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. Темно, как в подвале. Накануне весь жилой комплекс снова неожиданно остался без света. По словам жильцов, электричество отключили примерно в 2 часа дня. И это доставило много хлопот жителям. Почему так произошло? Ситуация разбиралась с Лясянгом Дорошитова. Это сейчас Арина Шамина может включить чайник в розетку и выпить кружку чая, приготовить еду на электроплите. Свет в жилой комплекс новый дали спустя 2,5 часа. В то время, когда 19-этажный дом был обесточен, девушка только вернулась из больницы. Я пришла к себе домой. Я хочу сделать все свои бытовые нужды. А я не могу, потому что наш дом полностью зависит от электричества. У нас нет газа. Вместе со светом жители остались без отопления воды лифта. Особенно не просто за эти 2,5 часа пришлось семьям с маленькими детьми. Я не ожидала, как бы не запаслась горячей воды. И через полчаса у меня ребенок просто захотел кушать. Я не знала, что делать, куда бежать. Я писала соседям, вдруг кто-нибудь недавно чай пил, может, у них горячая вода есть. В итоге я позвонила мужу, у меня муж с работы сорвался, купил горелку. И вот в горелке, в кастрюле мы согрели воду. У нас темные коридоры. Я вышла, я вообще была полностью дезинтерна. У меня разряжен телефон. Я не знала, я на ощупь пошла, куда-где выходить. О том, что в доме отключили свет, жители узнали из группового чата. Управляющая компания не довела до нас официальную информацию. Жалуются они. Я позвонила мастеру управляющей компании, спрашиваю, где ваше руководство, почему руководства нет и почему она, ну а кто, я говорю, ну хотя бы должен быть юрист здесь. И юрист или кто-то из руководства, который должен объяснить причину, почему и как. Ой, там порыв. Как пояснили в управляющей компании «Домика» и в набережно-челненских электрических сетях, произошло превышение мощности на строящуюся парковку жилого комплекса «Новый». Разрешение было на 150 кВт, тогда как инвестор потребил почти 600. Жилые дома электроэнергии мы не обеспечиваем, сообщили в организации. Лисанга Бдрашитова, Артем Колесов. Новости. Набережные. Челны. Комфортно и безопасно. В Челнах после капитального ремонта открыли дорогу на Автозаводском проспекте. Строительные работы были проведены по республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети». На торжественное открытие приехал мэр Нейль Магдеев и главный автоинспектор Ради Кадиков. Не пропустила это событие и наша съемочная группа. Колонна грузовиков проехала. Официально проезжая часть проспекта Автозаводский открыта. Дорожники трудились в две смены, чтобы завершить работу как можно скорее и сдать объект в эксплуатацию. Особенно не просто проходилось летом. Достаточно жаркая погода была. Можем себе представить температуру асфальта, температуру наружного воздуха. Но я думаю, что за рулем любого механизма, как в хорошей сауне, парилке. И все это буквально не один день. Это на протяжении всего летнего периода. Капитальный ремонт проспекта Автозаводский проводился на отрезке от проспекта Мира до Московского. Общая протяженность обновленного участка составляет один километр. А на строительную работу было выделено более 100 миллионов рублей. Средства поступили из республиканского бюджета. Кроме обновлений проезжей части, также установлены более 100 опор освещения. Территория благоустроена. В порядок приведена и местная дорога. Проблемные зоны, которые ранее были на Автозаводском проспекте, ликвидированы. Здесь тоже были проблемные участки, такие как развороты напротив 28-го комплекса. Пешеходный переход, вы видите, оборудован теперь уже светофорным объектом по вызову. Соответственно, как для водителей, так и для пешеходов эта дорога становится не только комфортной, но прежде всего безопасной. Как отметил главный автоинспектор города, мест концентрации ДТП становится меньше. Так, 8 лет назад их насчитывалось 32, на данный момент 11. А по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна и вовсе аварий не происходит. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которую вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 8 939 311 3131. Оставьте свои сообщения в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео на наш номер. Корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории сниму следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Ни пройти, ни проехать. Строительство новой трассы М7 внесло в их спокойную дачную жизнь коррективы. Дачники садового общества Лесно недовольны образовавшейся клеей на въезде. В 2019 году садоводам сделали новую дорогу, покрытую щебенкой, которая в ходе строительства трассы Челны-Уфа была испорчена большегрузами. В проблеме разбиралась Яна Вальдю. Все утопили, щебенку все утопили. Вон, до песка. Все разбито и вся дорога. Председатель СНТ Лесноя Сергей Зайкин признается, за 19 лет руководства обществом такого непонимания еще не встречал. Новая строящаяся трасса М7 проходит аккурат рядом с их СНТ. По словам садоводов, еще с прошлой зимы их дорогой начали пользоваться большегрузы. А ведь проезжая часть была отремонтирована в 2019 году. Но сейчас она снова вся в ямах и колдобинах. Дачники сетуют. Строители наотрез отказываются восстанавливать этот участок. Хотя сами и разрушили его. Я говорю, вы все равно будете делать. Нет, у нас нет средств, не заложено, чтобы ремонтировать эту дорогу. Я говорю, вот я знаю, в каждой смете есть статья непредвиденные расходы. В любой смете, тем более на строительстве такой дороги. В неприятную ситуацию попала и Ольга Илюшина. Новую трассу строители перегородили бетонными блоками. Тем временем летние дожди превратили местную дорогу в грязевое месиво, в котором и застрял ее автомобиль. Летом, после того, как дожди размыли дорогу, мы застряли тут на 2,5 часа. Получается, пока грейдер дорогу нам не почистил, вот у меня машина низкая, новая. Я постоянно проезжаю, задеваю защиту. И если я, не дай бог, пороги помну, кто мне будет компенсировать, ремонтировать машину? Пока у садоводов одни вопросы, на которые они не нашли ответов. Строители пояснили, у дачников будут асфальтированные заезды, но надо только подождать. На следующий год, значит, для СЛТ Леснова предусмотрено два заезда асфальтированных. А их дорога, она как содержится, в принципе, но для них отдельно два заезда предусмотрены. Точных сроков открытия заездов строители не назвали, но обещали, что это будет до конца 2024 года. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости набережной Чулны. А другие дачники, напротив, довольны своей дорогой. В этом году им отремонтировали подъездные пути к СНТ «Урожай» Тукаевского района. По словам садоводов, ранее проезжая часть была усыпана ямами. Какая она сейчас стала, ответ на этот вопрос озвучит моя коллега Изеляша Мухаммедова. Садоводческому обществу «Урожай» 37 лет. За долгие годы эксплуатации дорога пришла в негодность. Везде были колдобины и ямы, вспоминают дачники. Поэтому приходилось осторожно и на небольшой скорости ехать по ней. Но все это теперь в прошлом. До этого дорога выглядела, это нельзя было назвать дорогой. Здесь были одни сплошные ямы, кочки, канавы. Здесь уже скорость была, сами понимаете, почти ползком. Поэтому ездили все осторожно. Ремонт подъездной дороги к садоводческому обществу последние годы оказался затратным, отметил председатель СНТ «Урожай». Но своих садоводов без поддержки он оставить не смог. Поэтому обратился за помощью в ассоциацию СНТ «Заками» и к исполкому Тукайского района. У нас проблемы есть в обществе. Но они со стороны исполкома, ассоциации, имеют понимание и помощь. Сейчас, я думаю, уже много лет у нас проблемы. Затрата на эту позицию не будет. Эти с бюджета больше будут уходить на развитие общества. Теперь подъездной путь к СНТ «Урожай» в отличном состоянии. Дорожники все работы выполнили в строк, отметил Дмитрий Волков. Здесь было устройство асфальта 895 метров, устройство переливных труб в начале и в середине дороги. Общая стоимость работы составила 26 миллионов почти 200 тысяч рублей. То есть, как мы видим, отсыпка обочин, асфальт, все отлично. В СНТ «Урожай» еще необходимо установить водонапорную башню и обновить электроснабжение. Садоводы надеются, что этим займутся в следующие годы. Азида Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, Новости, Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Вы смотрите новости и мы продолжаем. Не пройдут мимо чужого горя. Челненцы активно собирают гумпомощь для военнослужащих, мирного населения новых регионов России, Белгородской области. Сейчас в Автограде начинают готовить посылки для жителей сектора газа. Они оказались в сложной жизненной ситуации. Где проходит сбор? Что необходимо? Ответы на эти вопросы озвучим в нашем материале. Волонтеры начали сбор гуманитарной помощи для жителей Палестины. Активисты считают точное количество принесенного товара, упаковывают в коробки, введут учет. В Челнах открыты два пункта по сбору гуманитарной помощи для мирного населения сектора газа. Они расположены в молодежных центрах. Один из них в Нуре, другой в Арионе. Челненцы уже подключились к сбору гуманитарной помощи для мирного населения сектора газа. Они несут средства личной гигиены, порошки, а также бинты. Все то, что, по их мнению, может пригодиться в неспокойное для них время. Волонтеры говорят, нужны и канцелярские товары для детей. Карандаши, фломастеры, блокноты, чтобы ребята могли разукрасить яркими цветами рисунки. Мы собираем в первую очередь предметы первой необходимости, продукты питания, как для детей, так и для взрослых, которые имеют срок годности месяц и более. Это могут быть крупы, смеси. Обязательно те предметы, которые можно заварить или приготовить в условиях не самых простых, которые можно залить холодной водой. Средства личной гигиены, средства по уходу за детьми. Сбор будет проходить до 12 ноября. Адреса, где принимают гумпомощь для жителей сектора газа, вы видите на своих экранах. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны. Наградили лучших в честь Дня народного единства во дворце-этаже состоялась церемония вручения госнаград. Мэр города Наиль Магдеев поздравил награжденных и подчеркнул, что челнинцы не раз показывали достойный пример и всеобщего единения. На мероприятия побывала и наша съемочная группа. Сергей Горшков всю жизнь работал по специальности. По его словам, производство смазочно-охлаждающей жидкости для металлообработки имеет свои нюансы. Предприятию, где он вложил все свои силы и время, уже более 30 лет. И за свой труд был представлен в высшей награде. Почетное звание заслуженный химик Республики Татарстан. Сфера металлообработки, это машиностроение, оно поднималось периодически. Как видите, у нас то останавливалось, но мы переходили в другую сферу, в сферу производства подшипников, в авиационную сейчас сферу перешли, поставляем на вертолетные заводы. На церемонии 14 человек получили награды из рук мэра города. Это медали, почетные знаки, благодарственные письма. Моя работа очень мне нравится. Мы осуществляем стройконтроль по капитальным ремонту всего жилого фонда города. Получил такую большую награду, даже я не ожидала. Большое спасибо за эту награду. Сейчас, после этой получения награды, я должна оправдать доверие и дальше работать плодотворно и активно в своей трудовой деятельности. Обслуживание населения – это такая сфера деятельности, где без определенного отношения к этому невозможно работать. То есть ты должен любить свою работу, и только тогда ты можешь рассчитывать на благодарных покупателей. Как отметил мэр города, в этот особенный день стала добр традицией нашего города чествовать людей, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, многонациональной республики. На трудовом подвиге первостроителей воспитано и нынешние поколения тех людей, которые находятся в этом зале. Их подвиг, их добросовестное отношение к труду – хороший пример и для нас, и для подростающих поколений. Для приглашенных гостей подготовили и концертную программу. Айзляша и Мухаметова, Ленар Султанов, Новости, Набережные, Челны. Белорусская ярмарка продолжает радовать челнинцев в ассортименте множества пуховиков, дубленок и курток, как для женщин, так и для мужчин. Богатый ассортимент и широкий размерный ряд. Каждому покупателю индивидуальный подход. Ярмарка работает по адресу проспект Мусы Джалили, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание детского мира. На ярмарке представлена верхняя одежда на любой вкус, разных цветов и модели, которые будут греть своих носителей в любую погоду. Например, югославская дубленка. Она зарекомендовала себя на рынке еще со времен СССР своим качеством, теплотой и комфортом приноски. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промыкает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные морозы. А вот мужская модель – пилот-водитель. Это жемчужина новой зимней коллекции. Выставки – белорусские пуховики. Куртка утеплена мягким и приятным биомехом. Он греет даже в 30-ти градусные морозы. Не пропускает влаги, ее не продувает. Заходил за обувью и увидел вот куртку. Одел, проверил. Все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Купил и обувь, и вот эту куртку беру. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Ярмарка работает по адресу проспект Мусыржалили, 55Б, торговый центр, центральный ряд. Бывшее здание – детский мир, отдел номер 10. Не упустите возможности тепло, а главное – качественно одеться. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я, Эльмира Гайнудинова, желаю вам только хороших новостей. Увидимся снова на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok